Всем привет! С вами Солнце, вы смотрите мою рубрику под названием Тэг Трэк. Когда на улице тает лёд, появляются они. Грибы. Не, ну а что вы думали, все уже обсудили этот клип, а я нет? В этом видео я пойду на жертвы. Дело в том, что на протяжении нескольких недель я побаиваюсь эту песню, потому что не хочу, так же как и все, петь её 24 на 7. А теперь представьте, каково было моё удивление, когда я включила клип и увидела вот это. Меня разоблачили. Как это? Ну вот так вот. Я имел другую. Вы думаете, меня удивил ответ парня? Нет. Меня, как журналиста, напугал вот этот парень. Я имел другую. Вы только представьте, на телеканал возвращается корреспондент, начинает отсматривать материал, а у него в интервью вот это. 2000 пудов, судя по инвентарным записям, были... Мальчик! Мальчик, иди в жопу отсюда! Говорят, что в этой песне скрыт ответ на вопрос, что же такое любовь. Хотя, судя по клипу и песне, это извинения перед девушкой спустя лет 20. Ну, видимо, не врут, когда говорят, что мужчины всегда возвращаются. Здесь нас не найдут проблемы, только ты и я в этом мире. Не то чтобы у меня хорошее воображение, но просто из-за сочетания картинки и песни, мне показалось, что этот парень несёт на плече ту самую девушку, завёрнутую в ковёр. Ну, типа, она его там не простила, песне не понравилось, танцули тоже. Между нами тает лёд, пусть теперь нас никто не найдёт. Все вокруг говорят, что это самый бюджетный клип за последнее время, но я им не верю, поэтому прогуглила. Итак, панамочки стоят примерно 1890 рублей, в автобусе около 16 человек, а это значит, что на одни панамочки потратили 30 тысяч 240 рублей. Бюджетные, говорите? Удивительно, но при такой сумасшедшей популярности участники группы не контактируют с прессой. Они не дают интервью, не участвуют в фотосессиях и стремятся к анонимности. Непонятно только, с чем это связано. Пиар-ход или реальное желание оставаться в тени? Вообще, знаете, интересно, сколько проклятий сейчас в мой адрес посылают люди, потому что все уже вроде как забыли про эту песню, а я опять тут это, между нами тает лёд. Пусть теперь нас никто не найдёт. Однако состав участников группы со временем всё же стал известен. Это украинский рэпер Илья Капустин, продюсер Юрий Бардаш и рэпер Симптом Он же Он. Четвёртый участник, который называет себя корреспондент Радужный, недавно покинул группу. Ночь с тобой, это значит, что мы не будем спать. Просматривая клип, я долго думала, как же парням удалось выгнать бабушек с автобусной остановки и с самого автобуса. Ответ не заставил себя ждать. Никак. Бабушки непобедимы даже перед серьёзными реальными пацанами. Мы не будем спать, беру тебя и профессионально иду гулять. Ну и опять же, считаем. Самые дешёвые солнечные очки, похожие на те, что мы видим в клипе, стоят 166 рублей 63 копейки. На автобусной остановке 13 пацанов. А это значит, что 2166 рублей 19 копеек только на очки для реальных пацанов. Не, ну мне кажется, если бы я снимала подобный клип, то на кастинге я бы выбирала тех парней, у которых уже есть своя панамочка и свои очки. Не, ну отвечаю. Он как медведь, руками поедает сладкий мёд. Мы смотрим на него и между нами тает мёд. С учётом того, что группа Грибы образовалась относительно недавно, репертуар песен у неё небольшой. Однако, как пишут СМИ, это не помешало провести грандиозный концерт Грибов в Киеве. Парни исполнили всю концертную программу, а после отказались петь на бис некоторые песни и начали концерт с самого начала, чем вызвали восторг у слушателей. Ну и примерно так, я надеюсь, вы будете сейчас выглядеть, потому что этот выпуск уже подходит к концу. Напомню, что если у вас есть клип, на который вы хотите увидеть обзор, вам достаточно найти его в Инстаграме и поставить там хэштег Солнце Тэг Трэк. И тогда я обязательно о нём расскажу в одном из следующих выпусков. Ну а этот выпуск уже подошёл к концу. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить пальцы вверх. Ну а самое главное, никогда ни при каких условиях не переставайте улыбаться. С вами была Солнце, ещё увидимся. Пока-пока!